Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Пляжи Судьбы, глава третья. Спасение от акулы становится для героев лишь первым испытанием. Ключ, найденный в обломках затонувшего корабля, приводит их к шокирующему открытию. Океан сегодня обманчиво спокоен, моя дорогая сестра. На горизонте не видно ни одной птицы, а к вечеру усилился ветер. Каждый шторм для моряка – это гонка за жизнь с морским дьяволом, но и каждый первый луч солнца – новое рождение. Я с нетерпением жду рассвета, но не страшусь морской пучины, не страшусь и ты за меня. Нашла что-то интересное? Карло стоял у входа из каюты и, склонив голову, внимательно рассматривал меня, а потом шагнул вперед, резко сократив расстояние между нами. Он навис надо мной, полностью перекрыл собой путь к выходу. Я сглотнула и попыталась отступить, но уперлась спиной в стол. Карлос… Так, чему будем врать-то? Мужчина снова сделал шаг вперед, и я отметила про себя его массивную фигуру, которую удачно скрадывал классический костюм. Карлос выглядел как кот, загнавший мышку в угол, и по-прежнему улыбался. Но на этот раз хищно. Он положил руки на стол по обе стороны от меня, окончательно захлопывая капкан. Так что ты все-таки здесь забыла о Лиле? Он стоял так близко, что я ощутила едва уловимый запах соленой морской воды, исходившей от его кожи. Мое дыхание сбилось, под его взглядом я почувствовала себя как никогда уязвимой. Он же не думает, что я специально решила обыскать его каюту. Я думаю, что думает. Боже, нужно срочно что-то придумать в свое оправдание. Искала Джессику. Понимаешь, я искала Джессику, а потом слегка заблудилась, пока добиралась до палубы. Извинив, что вломилась. Твоя подруга уже какое-то время находится наверху и дразнит моего помощника. О, отлично. Я не про помощника, конечно. Думаю, нам пора его спасать. Карлос хмыкнул в ответ, полностью проигнорировав мой намек. Эй, давай не будем больше заставлять их ждать, ладно? Я попыталась осторожно высвободиться и оттолкнуть Карлоса, но тот не сдвинулся с места. Карлос, послушай, просто дверь была открыта, но когда я поняла, что здесь никого нет, то... Я повернула голову, ища глазами что-то, чем можно отвлечь Карлоса, взгляд упал на стену. Ты заметила картину, это же оригинал, верно? Мне показалось, что лицо Карлоса стало менее напряженным. Он заметно расслабился и сразу же отошел от меня, чтобы убрать какие-то документы в стол. А я, наконец, смогла вздохнуть спокойно. Ах, да, она многих завораживает. Есть что-то притягательное в мореплавателях, как думаешь? Что я думаю? Что кто-то умело переводит тему, проигнорировав мой вопрос о подлинности. Я попыталась разглядеть скрытый смысл в его словах, но внимание Карлоса теперь было всецело приковано к картине. Он повесил ее на самое видное место в каюте. Неужели она так дорога ему? Или же передо мной дорогой трофей? Хм, вероятно, это все-таки копия. Но краски явно потемнели от времени. Да и температура в каюте говорит о том, что кондиционер работает в нужном режиме, как в картинной галерее. Стоит ли узнать больше? Хм, расспросить. Мне кажется, что конкретно этот мореплаватель похож на конкистадора. Карлос перевел на меня заинтересованный взгляд. Тебя, наверное, сбила с толку Кираса. Да, он испанец, но приглядись кораблю на заднем фоне. На нем полуколеврины. Не знаю, что это. Предок Аркебузы и Мушкета. Ну, конечно, мы все знаем, что это. Я знаю только, что такое Мушкет. Такий Мадридский двор разрешил устанавливать только в конце 16 века. Ого! А он разбирается в теме? Хотя у меня складывается впечатление, что об этом знает любой житель Карибов. История кораблестроения тут так же важна, как машиностроение для жителей мегаполисов. «Думаешь, художник изобразил его личный корабль?» Карлос негромко рассмеялся. «Это двухпалубный галеон, сеньорита. Такие испанская корона изготавливала только за свой счет для личной армады». «То есть Дон на картине, капитан, адмирал флотилии?» «Хороший вопрос». «Вот и поговорили». «Но что-то я заболтался. Кажется, мы договаривались поужинать». «С удовольствием. После того, как потрясение прошло, я чувствую, что могу съесть целую акулу». «Разделяю твой энтузиазм, но могу приложить рыбку поменьше». «Красавицу, которую мы загарпунили, еще нужно разделать». Карлос посторонился, пропуская меня в коридор. Я вышла из каюты, и он предусмотрительно запер дверь на ключ. «Интересно, кто изображен на той картине, и почему она так дорога Карлосу?» Из мысли меня выдернул голос Карлоса. «Как насчет виски со льдом?» «Джессика уж точно не откажется. Еще раз спасибо, что спас нас». «Пустяки, и раз ты уже во второй день своего путешествия сражалась с акулой, наверняка у тебя найдется еще парочка безумных историй». «Точно, одна безумнее другой. Скелет в давно затонувшем корабле, вор, укравший мои вещи, больница. О чем ты? Я же писательница. Все интересные события происходят только в моем воображении». «Разве? Ты поразительно спокойна для человека, от которого едва не отхватил кусочек опасный хищник». «Ты просто не видел меня в душе пять минут назад. Не люблю терять самообладание на публике». «Какое упущение!» «Так не заигрывай с ним там». Карлос склонил голову, пристально разглядывая меня с головы до ног, и самодовольно улыбнулся. «Только тогда я поняла, что именно ляпнуло, и к щекам прилил жар». «И все же я настаиваю на интересной истории, считая это платой за свое спасение». «Что ж, раз ты не оставил мне выбора, я расскажу». «Хе-хе-хе-хе-хе-хе». «Ну, давайте морскую байку». «В 1591 году в проливе между островами Флорес находилось семь английских кораблей. Застав их врасплох, на них наткнулась испанская эскадра. Шесть кораблей успели уплыть, тогда как месть сэра Ричарда Гринвилла решила принять бой с целой эскадрой. Испанцы удивились. А потом удивились еще больше, когда 15 судов получили повреждения, два из них утонули, а третий выбросился на берег. Больше, чем через сутки боевых действий, когда месть была сильно повреждена, основная часть команды погибла. А капитан ранен, англичане сдались. Карлос плюс один. Потрясенные их отвагой испанцы отпустили выживших на все четыре стороны. Да, я знаю эту историю. Карлос усмехнулся и наклонился ко мне, так что я снова ощутила запах морской воды, а коридор вдруг показался слишком тесным. Но я хотел узнать что-то о твоей жизни, Лили. Я писала статью о Ричарде Гринвилле в университете. Значит, ты давно интересуешься морем и пиратами? Тогда понятно, зачем ты полезла к обломкам кадахского купца. Мне вспомнился наш заплыв и охвативший меня ужас, когда я заметила, что Джессики нет рядом. Знаешь, когда мы погружались, Джесс неожиданно подхватила течение. У нее с собой был фотоаппарат, наверное, стоил бешеных денег. Но когда я увидела, как она отдаляется, то схватила ее, пытаясь вытащить или хотя бы удержать. Джессика еще ничего не сказала про камеру. У меня не было времени думать. Наверняка, когда она отойдет от шока, ты убьет меня. Ценность человеческой жизни не измеряется в фотоаппаратах. Поддерживаю. В критической ситуации люди обычно паникуют и гибнут, а ты спасла подругу. Тебе стоит подумать о том, чтобы присоединиться к команде спасателей или береговой охране. Так у меня уже есть работа. Купишь домик, осядешь в городе, а на рассвете будешь патрулировать берега Карибского бассейна. Разве это не мечта? Каждый день подвергать тебе опасности? Возможная мечта, но не моя. У меня уже есть любимая работа. Карлос остановился посреди коридора, не глядя, сунул руку в карман пиджака и протянул мне визитку. Свяжись со мной, если вдруг передумаешь возвращаться домой. Хм, интересно. Я попыталась взять визитку, но когда наши пальцы соприкоснулись, Карлос не отпустил ее. Так, Карлос, тебе ничего не светит, расслабься. Ты очень занятная девушка, Лили Кэмпбелл. Мужчина смотрел на меня серьезно, вдумчиво, будто оценивал потенциального противника. Или пытался понять, чего я стою. Спасибо? Когда Карлос все-таки разжал пальцы, я почувствовала облегчение и неожиданно поняла, что задержало дыхание. Мы поднялись на палубу, где она ждала Джессика. Наконец-то. Альфредо настолько никудышный собеседник? Я перевела глаза на мужчину, который выдержал насмешку с хладнокровным молчанием. Он покорил меня немногословием. Хотя, пока я не закину что-нибудь в желудок, из меня тоже никто слова не вытащит, даже клещами. Намек понят, синьорита. Альфредо, скажи Джозефине, чтобы подали ужин и виски. Помощник Карлоса также молча кивнул и растворился в темноте нижней палубы. Карлос жестом пригласил нас сесть за стол, а затем вальяжно развалился напротив и положил руку на спинку диванчика. «Интересно, что за бизнес у Карлоса, раз он может позволить себе такую роскошную яхту?» Я села и огляделась, высматривая вдалеке тонкую полоску берега. «Вероятно, я смогу каким-то образом предупредить Мигеля, что с нами все в порядке. Карлос, можно попросить твой телефон?» «Наш сопровождающий, наверное, места себе не находит. Нужно сообщить ему, что мы живы и в безопасности. Я не могу понять, почему так часто меняется цвет неба. Вот то светло, то темно, как будто гроза происходит. Непонятно». «Ваш сопровождающий?» «Ага, зануда историк. Ему пришлось остаться на берегу. Должно быть, Мигель уже забил тревогу, когда мы не вернулись в срок. Парень неровно дышит к нашей писательнице». «Джесс!» «Хорошо. Извини, сойдемся на том, что пыльные книги его точно возбуждают больше». «Да как ты...» «Ладно, не важно. Главное, что у него остались все наши вещи». Карлос без слов включил свой смартфон и протянул мне, а Джессика почему-то ощутимо насторожилась. Я взяла телефон, стараясь не думать, сколько он стоит. Включила набор номера и поняла, что совершенно не представляю, куда звонить. Да, как я тебя понимаю. Что же делать? «Позвонить...» «А как это, если я не знаю?» «А как я смогу позвонить Мигелю?» «Ну, я бы, конечно, позвонила Мигелю в первую очередь. Но раз здесь платный выбор позвонить в музей, то, наверное, давайте возьмем его. Карлос, ты не знаешь номер музея королевских домов? Он есть в списке контактов. Я растерялась, ведь мало кто разрешит постороннему человеку копаться в его телефоне и читать личную информацию. Быстро пролистав список и стараясь не читать имена, я добралась до нужного мне номера и связалась с ресепшеном музея. Женщина на другом конце линии заверила меня, что немедленно позвонит Мигелю и предупредит его, чтобы он встретил нас в Ла-Романе. Я чуть не сказала ломолить. Ух, прямо камень с плеч. Я вернула телефон Карлосу как раз вовремя. По палубе застучала каблуками невысокая молодая девушка. Она приветливо улыбнулась сначала Карлосу, затем нам и поставила на столик накрытой крышкой под нос. Спасибо, Джозефина. А-а-а, такая, судя по всему, красоточка. Когда Джозефина оставила нас, я вопросительно уставилась на Карлоса с Джессикой. Она пожелала нам приятного аппетита. Джози иногда забывает, что не все понимают испанский. Под крышкой ждала вкусно пахнущая рыба на гриле. Я только сейчас осознала, что сильно проголодалась, и мы с Джессикой с энтузиазмом принялись за еду. Карлос щедро плеснул виски по стаканам, затем незаметно их придвинул в нашу сторону. Я могу поздравить синьорит с успешным погружением? У меня ощущение, что ты хочешь споить, вот прям жестко. Едва ли. Фотоаппарат уплыл, а вместе с ним и фотографии корабля. А сам кедагский купец? Удалось ли что-то найти? Новичкам обычно везет. Я мельком взглянула на Джессику, и та неодобрительно качнула головой. Типа молчим. Да уж, плохая идея, рассказывать кому-то о скелетах на затонувшем корабле. Но что тогда ответить? Так, ну врать и морозиться мы не будем. Так, а знаете, частичная правда. Сказать о сильном течении. Там сильное течение. За несколько веков с места крушения оно не унесло в океан разве что пушки. Мы видели, что у корабля практически не осталось верхней палубы и носа. Карл задумчиво кивнул. Да, жаль, что природа так легко способна разрушать все, что создано человеческими руками. Все-таки, что вы намеревались там найти? Что-то это уже не похоже на праздную беседу за ужином. Я погружалась, чтобы... О, красиво звучит. Найти вдохновение. Я же пишу книгу, помнишь? Мне необходимо вдохновение. Разве не достаточно просто посмотреть на фотографии в интернете? Фотографии не передают фактуры древесины, запахи, звуки. Только когда я оказалась рядом с кораблем, я смогла представить шум ветра в парусах, поскрипывание палубных досок под сапогами и грохот пушек. Мы почти закончили ужинать. Я хотела поблагодарить Карлоса за трапезу, но тот успел перехватить инициативу. Я подброшу вас, дала романы, как и обещал. Могу ли я получить некое обещание взамен? Обещание? Доберитесь домой без приключений, справитесь? Могу и заверить, что на суше никакая акула нас не цапнет. Это подойдет. Лили, надеюсь, сегодняшнее погружение помогло тебе с книгой? Информации все еще очень мало. Если у тебя есть свободное время, я могу показать несколько мест, связанных с историей кедахского купца. Не планируй ничего серьезного. Давай созвонимся заранее. На завтрашний день планы у меня точно есть. Я буду... Отдыхать... Искать материал для книги. Буду исследовать библиотеки и музеи. Материала для книги у меня практически нет. Уважаю твое трудолюбие, но не забывай отдыхать. Она только приехала, а еще работать толком не начала. Рано отдыхать. Спасибо за ужин. А вам за интересную беседу? Я не могла не заметить, что поведение Джессики изменилось. Поначалу она была так воодушевлена встречей с человеком, который помогает содержать больницу, а сейчас выглядела какой-то неспокойной. Через полчаса будем в Ларомане. Располагайтесь. Мужчина поднялся по лестнице в рубку и исчез, а я повернулась к Джессике, которая молчала, скрестив руки. Все в порядке? Да. Я под впечатлением от того, как ты ловко чешешь языком. Пытаясь размяться, Джессика поднялась и подошла к борту яхты. Солнце уже перекатилось через зенит и теперь купалась в розовых закатных облаках. Яхта быстро плыла по спокойному Карибскому морю, и мы с Джессикой любовались разнообразием вечерних красок. Я почти отключилась от реальности, обдумывая события своей книги. Интересно, что чувствовал у Вильям Китт, когда его корабль шел навстречу вражеским парусникам? Тревогу или азарт может предвкушение? Смотри, там! Я настолько увлеклась своими фантазиями, что не заметила, как на горизонте появился небольшой, но маневренный катер. Джессика прищурилась и сложила ладони козырьком, чтобы лучше разглядеть визитеров. Это береговая охрана! Но что они? Это Мигель! Его фигура возвышалась на носу судна. Словно Мигель был гальюной частью корабля, той самой, которой восхищались моряки и гордился капитан. Он узнал нас, потому что катер начал быстро нагонять яхту Карлоса. В моем воображении, Мигель был уже не обычным музейным работником, а капитаном Галеона, как на той картине 17 века. Будто родился в морской стихии. Теперь мне было ясно, что, стоя на своем приключении, капитан Кит испытывал вовсе не азарт, а предвкушение и тревогу. Я сморгнула яркую картинку, когда катер береговой охраны вплотную подплыл к яхте. Да, сейчас будут разборочки. Мигель оценил то, что... Что-то там в музее, наверное, то, что я позвонила. Странно. Я, наоборот, думала, он будет кричать на меня, почему ты не мне позвонила. Ну, ладно. Лили, ты в порядке? Он выглядел встревоженным и с беспокойством оглядывал меня, словно искал какие-то повреждения, чтобы потом укорить себя за них. Я тоже в порядке, спасибо, что поинтересовался. Какая же она стервочкой стала в этой серии. Как хорошо, что я решила позвонить в музей и предупредить Мигеля. Течение унесло нас в море, но, к счастью, мы наткнулись на яхту. Да, мне передали. Так, это и есть ваш рыцарь на сияющем катере? Я не заметила, как за моей спиной возник Карлос. В следующий раз не теряй их, Хамбре. Кто угодно захочет выловить такое сокровище. Но так уж и быть, я дам тебе фору. Между двумя мужчинами повисла напряженная пауза. Мигель нахмурился, тогда как Карлос сохранял приветливую улыбку на лице, больше похоже на волчий оскал. Уверена, лет триста назад так друг на друга могли бы смотреть. Капитан пиратского судна и взятый им в плен молодой испанский офицер. Один чувствует свое превосходство и позволяет язвительные насмешки, пока другой вынужден терпеть и прикусывать себе язык, чтобы выжить. Или все-таки молодой офицер вызвал бы пирата на дуэль, презрев опасность? Ой, что-то я не о том задумалась. Надо бы как-то разрядить обстановку. Вот только как? И стоит ли вмешаться в разговор? Мальчики, остыньте. Как мне нравится обозначение этого стата, такой кулак. Ща вмажу. Мигель, позволь представить тебе Карлоса Наварро. Боюсь, если бы не ввозь своевременное вмешательство, ты бы не нашел нас с Джессикой. Не в целом состоянии уж точно. Я наслышана сеньоре Наварро, Лили. И счастлив, что благодаря его помощи вы оказались в безопасности. Всего пару часов назад похожие слова произнесла Джессика. Но когда она услышала имя Карлоса, то засияла от счастья. В отличие от нее, Мигель скривился так, будто целиком съел горький лайм, а потом запил его приторно-сладким сиропом от кашля. Мне показалось, что Карлос упивается раздражением моего друга. Что-то я пока не услышала тебя слов благодарности, парень. Извините, я так обрадовался, что с синеритой Кэмпбелл все в порядке, что растерялся. Спасибо, что спасли их жизни, я у вас в долгу. Мигель протянул руку, но Карлос демонстративно проигнорировал ее и усмехнулся. Но это не по-мужски, слышь, Карлос. Карлито, ты че, как не родной-то? Ты сам это сказал, Чико. Я тебя за язык не тянул. Мигель стиснул челюсти и сжал ладонь в кулак. Карлос, зачем ты провоцируешь моего друга? Я посмотрела в его темные глаза, пытаясь понять, чего он пытается добиться. Бесполезно. Я будто всматриваюсь в глубокий омот, в котором не разглядишь истинных эмоций. Извини, что потру него над твоим приятелем. Забыл, что в последнее время юноши пошли слишком нежные. Ах, юноши, ну так с виду вы вроде ровесники. Внезапно Карлос подмигнул Мигелю. Без обид, парень. Мигель на секунду замер, словно перебирал в голове возможные колкости. Но потом, видимо, здравый смысл все же победил. Не только здравый смысл, но и воспитание. Ничего страшного, сеньор. Главное, что все закончилось хорошо, и нам пора возвращаться. Да уж, а ведь меня предупреждали, что у местных жителей крутой нрав. Мигель приобнял меня за плечи и мягко подтолкнул катеру. Мягко приобнял за плечи, типа показывает. Вот она моя девушка, понял, Карлиту? Хорошего отдыха, сеньорита Кэмпбелл. Надеюсь, мы еще встретимся. Надейся. И снова у меня от его приветливой улыбки мурашки побежали по спине. Вслед за Джессикой я спустилась на катер, и уже через несколько минут мы добрались до берега. Никогда не думала, что буду радоваться твердой почве под ногами. При членах береговой охраны я не решалась задавать вопросы Мигелю, но теперь мы были только втроем. «Мигель, скажи, ты ведь знал Карлоса до сегодняшней встречи?» Мужчина вздохнул и потер ладонью лицо. Он казался уставшим. «Нас не представляли друг другу, но я действительно о нем слышал. Он бывает в музее королевских домов». «Откуда тогда столько агрессии? Он ведь финансирует целую кучу благотворительных фондов, включая твои ненаглядные музеи». «Вот именно. А ты никогда не задумывалась, откуда у него взялись средства? На яхту, на больницу, на личную охрану с оружием? Позволь открыть тебе глаза. Благотворительность, искусство, антиквариат всегда были и будут отличным способом для отмывания денег и ухода от налогов. Я никогда не поверю, что его компания занимается только экспортом фруктов, как везде заявлено официально. Поэтому нам всем стоит держаться от Карлоса Наварро подальше. Он опасный человек». «Какая разница, откуда он получает свои доходы? Если их львиная доля уходит на помощь тем, кто не может себе даже нормальных лекарств позволить?» «Какая разница? Ты, должно быть, шутишь. Его деньги кровавые». «Стоп, хватит. Достаточно на сегодня конфликтов. Тем более я уже замерзла». К закату начало холодать, и тонкая летняя одежда не спасала. Я обняла себя руками за плечи и вспомнила о ключе, который повесила на шею. «Точно, ключ с корабля. Нужно...» Но следующая фраза Мигеля сбила меня с мысли. «Спасибо за помощь, Джессика. Надеюсь, у вас хотя бы получилось сделать хорошие снимки». Джессика заметно приуныла. «Проклятие. Мое оборудование. Из-за течения мы потеряли фотоаппарат. Мне жаль, Джессика». «Ничего, это мой косяк. Нужно было лучше его фиксировать». Она взглянула на свои часы. «Пора ехать домой. Этот день меня измотал. Погоди, мы же совсем забыли о ключе. О том, который мы нашли на кедахском купце?» «Что за ключ?» Я сняла с шеи ключ на цепочке и передала ребятам. Мигель задумчиво повертел его в руках. «Он находился за фальшпанелью в руке у скелета». «Что? У какого скелета?» «На дно спускалась только экспедиция, как они могли пропустить чей-то скелет. Необходимо как можно скорее сообщить об этом руководству». «Не торопись, Амиго. Тот бедняга уже провалялся между досками пару веков. Подождет еще?» «А ты лучше на ключик погляди». «Мы должны выяснить, кем был погибший. Но Джейс права. Начинайте надо с ключа. Он может оказаться подсказкой. На нем какой-то узор. Он тебе ничего не напоминает?» «Нет, хотя подождите, разве что...» «Я уже видел похожий вензель. Смотри, здесь сверху испанская корона, ниже фамильный герб, а на нем два дракона». «Он от какого-то шкафа? Шкатулки?» «У меня есть одна идея. И ее можно проверить прямо сейчас. Идем?» «Конечно». Я оглянулась на Джессику, которая с места не сдвинулась. «Джессика, ты с нами?» «Мне, конечно, любопытно, но для одного дня хватило приключений. Погружение уже стоило камеры, поэтому я лучше отправлюсь домой». «Жаль, не хочется расставаться с ней, ведь из нас сложилась неплохая команда». «Может, попросить ее остаться?» «Конечно, уговорить остаться». «Джесс, если отбросить нападение акулы, мы же неплохо провели время вдвоем. Неужели тебе неинтересно? Вдруг найдем что-то стоящее, раскроем старую тайну?» «Это ты у нас, мечтательница?» «А меня чужие старые кости да пиратские ключи мало волнуют?» «Джесс, мы без тебя не справимся. Скажи же ей, Мигель?» Я легко пихнула его локтем в бок, но Мигель раздраженно закатил глаза и промолчал. «Ревнует, что ли?» «Ах, вот так, приятель, ясно. Лили, я остаюсь. Назло. Хотя бы для того, чтобы бесить нашего зануду». Мы направились к парковке, где ставили машину. «Можем заскочить в магазин?» «Хочу переодеться. Моя одежда насквозь пропахла солью». Мы забрались в автомобиль и по дороге заглянули в торговый центр. Ну, запах морской соли, в принципе, довольно приятный. Вот рыбки пахнут не очень, а соль нормально. Простота и комфорт. Я толком не вижу, что там с низом, но это все равно бесплатный вариант. Цветочная пыльца, вот, кстати, в одном стиле, как с одним из купальников, который дается в первой серии. И пляжный фасон. Угу. Ну окей, давайте возьмем самый дорогой. Можем себе позволить. Я не стала тратить много времени на выбор наряда, и вскоре мы снова были в пути. Что бы ни происходило, нужно всегда выглядеть хорошо. Джессика не удержалась от свиста, когда увидела меня. Отлично выглядишь. Согласен, тебе очень идет этот свет, Лили. Спасибо вам обоим. Ну что, поехали? На дорогах не было привычных для жителей Лондона пробок, поэтому до Сент-Идоминго мы добрались быстро и остановились на площади неподалеку от музея. Мигель взглянул на часы, сверяясь с расписанием у входа. У нас еще 20 минут до закрытия. Мы прошли сквозь людный холл и встали у кассы, ожидая, пока Мигель достанет нам пропуск. Вдруг Джессика тронула меня за руку. Ого! Видишь того человека? Я повертела головой и наткнулась на мужчину в дорогом костюме, на которого указала девушка. Он стоял к нам спиной и разговаривал по телефону на повышенных тонах. Это один из инвесторов музея, фактически его владелец, Фредерик Кастильо. Откуда ты его знаешь? Видела по телевизору. Он принимал участие в операции по подъему пушки скидакского купца. Мигель повернулся с билетами в руках и проследил за нашими взглядами. В этот момент Кастильо что-то гаркнул в телефон, испугав женщину, которой не повезло оказаться рядом. Да, у меня такое было. Капец, ты так угрожающе выглядишь, Фредерик. Я ожидаю тебя следования инструкциям. Думать тебе пока не положено. Это же... Фредерик Кастильо. Разберись с этой проблемой до завтра. Мне пора ехать. Видимо, у него тоже был насыщенный день. Я очень вовремя посторонилась, когда Кастильо развернулся и едва не врезался в меня по пути к кассе. Синьорита! Это вместо извинения? И почему от его взгляда мне захотелось провалиться сквозь землю? Из... И почему я должна извиняться? Ведь он первый... Хм... Дежавю? Но Фредерик уже потерял ко мне интерес и последовал к выходу. Решив выбросить заносчивого владельца музея из головы, я направилась в первый зал. Мигель и Джессика последовали за мной. Мое руководство с ним знакомо. Синьор Кастильо заработал репутацию затворника. Он обычно ведет свои дела из резиденции, поэтому странно видеть его здесь. Неудивительно, что он ведет. Все это так отстраненно, потому что он реально неадекватный и хамло. Мигель повел нас через музейные залы, не отвлекаясь на экспонаты. Он мог видеть их сотню раз, а я то и дело замедляла шаг. Больше всего меня заинтересовал зал каперства 16-17 веков. Было заметно, что к этой части музея сотрудники относились трепетом. Мне очень хотелось подробно смотреть экспозицию, но Мигель уже ушел вперед и мне пришлось поторопиться, чтобы не потерять его из виду. Успеешь еще все посмотреть. Я задержала взгляд на картине над макетом двухмачтового галеона и застыла. Это же тот портрет, что и в каюте Карлоса. Но какой-то другой, небрежный. Может, это подготовленный эскиз к той работе? Получается, эскиз находится в музее, а оригинал действительно висит у Карлоса? И ключ тот же. На копии он выглядел как тусклый мазок горчичного цвета, но сомнений быть не могло. Мой взгляд упал вниз на блестящую металлическую надпись под рамкой. Климента Идальго де... де Наварро? Разве у Карлоса не такая же фамилия? Я сравнила галеон на картине с макетом, который был представлен рядом. Королевский путь, корабль, изготовленный по заказу испанской короны. Все, как говорил Карлос. Хм... Может ли человек на портрете оказаться его предком? Или же они обычные однофамильцы? Но тогда, наверное, Карлос не хранил бы у себя картину. Я еще раз внимательно осмотрела Холст и с удивлением подметила фамильное сходство. А ведь Климента и Карлос похожи. Как это возможно? Их родство объясняет, почему Карлос был так заинтересован в нашем погружении к идакскому купцу. Но как ключ, висевший на шее испанского дона, оказался на борту каперского судна? Неужели скелет в обломках корабля принадлежит Климента Идальго де Наварро? Только вот что капитан Галеона делал на борту капера? Он был пленным? Но никаких записей о столкновении Кида с испанцами нет. Я пробежалась глазами по тексту, ища ключевые слова. Был обвинен в незаконной торговле людьми, вел дела с известным пиратом Уильевом Кидом, не оставил наследников. Мы здесь закрываете через 10 минут, Лили, быстрее! Я вздрогнула и, с сожалению, отвлеклась от чтения. В зале, куда спешил Мигель, было всего несколько экспонатов, а коридор дальше ввел в подсобные помещения. За исключением охранника, мы здесь были совершенно одни. Это новый зал, его еще до конца не отремонтировали. Я читал статью о его реставрации, а теперь смотри. Так... Мигель взял меня за плечо и развернул к стенду, на котором стояла шкатулка с витиеватой искусной резьбой. Волнообразные линии вензеля напомнили мне о ключе, и я сняла его с шеи, сравнивая. Похож! А, воодушевилась прям, Джессика! В статье писали, что шкатулку передали из частной коллекции. Специалисты решили отнести ее к быту жителя Испаньолы, но такого зала здесь нет. А даритель предпочел остаться неизвестным, поэтому музей даже не знает, какой семье она принадлежит. Зато я, кажется, догадываюсь, честно ли будет открывать ее, то, что внутри по праву принадлежит Карлосу. Внутри, конечно же, ничего нет. Как это нет? Но я могу попытаться выяснить, откуда она все-таки появилась. Обычно накладные документы о подлинности хранятся в архиве. Слушая Мигелев полуха, я как зачарованная потянула руку к шкатулке, и он сразу легонько шлепнул меня по пальцам. Это музейный экспонат. Ничего страшного, но нам нужно знать, что внутри. Ничего, я же сказал, тем более здесь охрана, Лили. Я должна проверить сама. Вдруг реставраторы что-то проглядели. Я кинула взглядом помещение. Охранник стоял к нам спиной и лениво осматривал соседние залы, в которых суетился народ. Мне позарез нужна эта шкатулка. Я не могу отступить в секунде от разгадки. Что же делать? Так, закатить скандал? А давайте мы попросим Джессику, уверена, что она нам в этом деле поможет. Я по глазам вижу, ты что-то задумала. Нет? Мы перешли на шепот. Если бы охранник вздумал повернуться сейчас, то обнаружил бы очень подозрительных личностей. Я не собираюсь ее красть, только открыть, проверить. Ничем не отличается от кражи, и ты хочешь сделать меня соучастником? Ну, не совсем тебя. Джессика вопросительно подняла брови. Она выглядела серьезно, но в ее глазах сверкали искры веселья. Сначала тебя ограбили, затем чуть не убила акула, а теперь ты подговариваешь людей украсть шкатулку из музея? Ты точно выбрала правильного главного героя для своей книги? Я же вижу, что тебе интересно, Джесс. Джессика хмыкнула себе под нос, но потом ее лицо рассекла лихая улыбка. Интересно, куда приведет тебя кривая дорожка преступлений, пиратка? Я отвлеку охранника, дайте мне минутку. Вальяжно прогуливаясь по соседнему залу, Джессика сделала вид, что внимательно рассматривает экспонаты. Диус мио, что мы творим? Я не ответила, напряженно наблюдая за охранником. В этот момент Джессика засмотрелась на стенду пристенка, а затем резко развернулась и едва не снесла охранника с ног. Пора! Пальцы предательски задрожали, но я ухватилась за крышку витрины и аккуратно приподняла ее. Шкатулка легко поддалась без ключа, я задержала дыхание. Лили, еще один охранник сзади. Вот черт. Встревоженный Мигель попытался заслонить меня спиной, чтобы выиграть время. Нужно срочно что-то сделать. Так, здесь показывается, что это бесплатный выбор, но это не так, потому что мне пришлось перезаписать этот кусочек, спрятаться за Мигеля. Я прижала шкатулку к груди, нырнула за спину Мигеля и прошептала «Прикрой меня». Спокойствие, только спокойствие. Мигель развернулся ко мне и полностью загородила чужого взгляда. Со стороны мы выглядели как очень увлеченные туристы или как влюбленная парочка. Так, я думаю не о том. Лицо Мигеля оказалось совсем рядом, наши взгляды пересеклись, видимо, заметив испуг в моих глазах, он ободряюще улыбнулся. Из-за спины Мигеля послышались тяжелые шаркающие шаги. Я сделала шаг к Мигелю, а он положил мне руки на плечи, окончательно скрыв меня от окружающего мира. в его карие глазах я увидела яркую искорку, теплую и нежную, и невольно потянулась к ней. Может быть, поцеловать его? Мы ведь разыгрываем влюбленных? Я даже не заметила, как чуть привстала на носочки, а Мигель наклонился ко мне. Наши лица оказались так близко, что я почувствовала его прерывистое дыхание, и то, как слегка сжались ладони на моих плечах. Я прикрыла веки и сократила между нами последний дюйм, и когда наши губы соприкоснулись, меня словно пронзил электрический разряд. Мигель целовал меня легко, нежно, трепетно, будто пробовал на вкус любимое лакомство. Голова закружилась, захотелось прильнуть к нему всем телом. Внезапно рядом раздались чьи-то шаги, и я рефлекторно Мигеля. Прости. Нет, пожалуй, усталили, не извиняйся. Мигель заметно смутился, и я с приятным изумлением отметила про себя его порозовевшие скулы. Он прочистил горло и взерошил волосы на затылке. Охранник направился в соседние залы. Не ожидал от тебя такой собранности? Я и сама не ожидала. Кажется, мы снова одни. Джессика бросила взгляд в нашу сторону, пытаясь понять, как долго мы будем копаться. У нее получилось не только налететь на охранника, но еще и заговорить ему зубы. Подолетевшему до меня смеху я поняла, что разговор был приятным. Продолжим. Сгорая от любопытства, я открыла шкатулку и поняла, что она была абсолютно пуста. как и говорил Мигель, да? Но зачем тогда ключ? Я повертела, ее потрясла, внимательно осмотрела стенки и замок, постучала по днищу и крышке. И тут я вспомнила одну игру, в которой героиня крутила и крутила ручку музыкальной шкатулки, пока наконец не открылось потайное отделение. Решив попытать удачу, я вставила маленький ключик в замок и повернула один раз, потом еще раз и еще, когда вдруг услышала щелчок. Тут же нижняя часть упала вниз, повиснув на ненадежных старых креплениях. Из потайного отделения на тумбочку выкатилась блестящая монета, я быстро прижала ее ладонью, не дав улететь на пол. Следом выпал ветхий лист пергамента. О боже, это карта? И конец! Слушайте, ну окончание главы меня прям заинтриговало. Так, что у нас сегодня? Дали нам ровно по две. Две аристократки и две авантюристки. Целых три симпатии Карлоса, которые мне абсолютно не нужны. Но Мигеля тоже два. Джессика сегодня у нас в пролете. Девочка. Это история не только такая в приключенческом стиле, но немножечко в детективном. Посмотрим, что же будет дальше. Друзья, плейлист этой истории находится в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока! 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 Субтитры